Вы знаете, вот какой-то интересный подход, вы хотите до всего дойти сами, вот на вас пиджак, да, рубашка, под рубашкой у вас трикотажная майка, да, на стене висят картинки на бумаге, да. Вы представьте себе, что вы сами... Так, подождите, мы пропадаем сейчас, вы пропадаете. Ну вот как только, вот так сразу появился я. Простите, майка, да, майка, у меня все, картины. Да, да, да. А если вы решите все делать, что-то будет сделать. Все, 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 все. Так вот, если вы все будете делать сами, да, вы столкнетесь с массой проблем, которые вам придется решать. И вот получение волокна, как это ткать, как это окрашивать его так, чтобы стойка была, да черт их с чего. То есть это все равно кто-то делал другой, вам с этим придется смириться. Даже тот, кто участвует в изготовлении пиджака или там трикотажной майки, он, значит, очень многими вещами не ведает, не знает и не пользуется. Он просто берет уже готовую окрашенную ткань, раскрой и шьет, да. Или там, значит, берет нить и ткет из нее кто-то, да. Тот и берет, значит, нить и красит ее. Вот он только в своей маленькой операции. Так вот и в науке все состоит из маленьких операций, из которых все вот это складывается. Потом сам факт о том, что вот ваш пиджак существует, да, он, значит, говорит о том, что все вот эти процедуры, которые сделаны были, которые я писал, да и не все их описал, они исполнимы, выполнимы. То же самое и в науке происходит. В общем-то, вот мы, как каждый ученый, он, значит... А вы можете выполнить большой взрыв? Например, большой взрыв вы не можете выполнить, я полагаю. Нет, ну, дело в том, что большой взрыв не есть дело рук человеческих. Именно. В отличие от пиджака. Да. А вот, значит, познание его, это дело рук человеческих. Да. Вот эту всю цепочку познания, каждый элемент можно сделать. Ну, вот смотрите, Борис Сергеевич, он делал. Речь идет, когда у вас действие, это вот отдельные операции производства вот вашего пиджака, а тут это отдельные операции познания того или иного, значит, пункта. И все это выполнимо, да, все это делается, все это вот структура, все это построено. Как говорил Ньютон, он, когда его хвалили, он говорил, я стоял на плечах гигантов, да. Да, действительно. Ну, вот он сам такой гигант, а еще тоже на чьи-то плечи взгармоздился, да. Так вот, Борис Сергеевич, вы опять же сравниваете какие-нибудь там вещи, связанные с познанием и с другой стороны с практикой. Ну, тут такая аналогия просто получается. Я просто аналогию вам провел, я не сравниваю. Я согласен с вами в том, что ученые постепенно получают знания, то есть, ну, ни один ученый сразу берет все исследует, все методы использует. Все здания науки строится, и каждый кинетичек здания науки, он нам виден и понятен. И, в принципе говоря, эти все измерения можно повторять, можно повторять, увеличивая их точность. И таким срочным в точности еще сильнее верифицируя предыдущее знание. И особенность знания современного заключается в том, вот как я вот на примере дуализма волна-частица, да, вот, что она вот допускает вот такие необыкновенные вещи. Потому что вот вообще квантовая механика, это, в общем, наука, в общем-то, о волшебстве, по-нашему, по-простому говоря, потому что там вот она и волна, и частица, потому что там она и здесь, и там, да, одновременно, да. Одновременно она и долгоживущая, краткоживущая каноль Мизон. Вот, все сразу, и то, и другое, понимаете как. Вот это, кстати говоря, очень так легко воспринимается. И более того, сама по себе природа, значит, мира оказывается нематериальной. Это тоже очень шокирует, в принципе говоря, классических ученых. Классических ученых, которые, скажем так, от эпохи просвещения 18 века, они себе вложили в голову, что все можно рационально объяснить. Вот, и вот они в конце концов... Механистические, даже механистические. Из атомов даже, наверное, уже там у них... Да, ну, они многого чего не знали, например, у них не было вот этого всеобщего представления о всеобщем законе сохранения энергии. Они только считали, что механическая энергия, это интеграл движения, вот она сохраняется, да. Кинетическое, потенциальное, интеграл движения, это, собственно говоря, решение дифференциального уравнения. Оказалось, что энергия вообще сохраняется. Это поставило крест на очень важной концепции о том, что Вселенная вечно. Она уже не может быть вечной, если энергия сохраняется. Она должна за это время рассеяться. И вот дело в том, что вот эта вечная Вселенная, ее несотворимость, это была важнейшим, так сказать, пунктом марксистского мировоззрения. И вот еще в книгах, которые издавали в 60-е годы, там, значит, выкручивались, писали. Там, значит, ну, понятно, есть такой термин «тепловая смерть Вселенной». «Тепловая смерть Вселенной» есть такой термин. И вот эта «тепловая смерть Вселенной», она, значит, подразумевает то, что когда все остынет, ну, без долгий ждать. Так вот там, да вот, мы еще не знаем, ну, вот это вот для, вот такое вот выравнивание температуры, это для таких вот систем конечных. А вот Вселенная, она бесконечная. А вот как это будет для бесконечной работать, а мы не знаем, не ведаем. Но крутились на ровном месте. Хотя что тут крутится на ровном месте, вот звезда. Она горит, потому что там идут термоядерные реакции. Вот они выделяют энергию, да. Это в 30-е годы еще была построена вот эта вот ядерно-физическая модель горения звезд, энергии звезд. И тем не менее, в книгах 60-х годов, в стране, которая строила коммунизм, которая сделала атомную бомбу, первой взорвала водородную бомбу, которую можно было бросать с самолета. Там говорят, что мы еще не знаем природу энергии звезд. Это было просто откровенное вранье. Мы уже знали природу энергии звезд. Вот почему звезды светят. И вот поэтому бывший ЗК, как его, Козырев, по-моему, да, Козырев. Козырев. Он бывший ЗК. И ЗК он был в том числе за то, что верил, как он сам так писал, чтобы это был якобы в его приговоре, что верит в теорию большого взрыва. Вот это вот, да. Вот. И, значит, он переквалифицировался, переметнулся. Он говорил, что там как-то время превращается в материю. Вот это вот. Еще книги, я помню, это уже когда? Это были 70-е годы, я читал, да. Еще в книгах этих писали всерьез. Где-нибудь, говорит, во Вселенной, значит, там есть места, где, значит, излучение превращается в вещество наверняка. А вот там, значит, внутри звезд, там какое-то е-поле создает материю. Вот такой вот бред писал в 70-е годы. Сейчас мы это сказали явно антинаука. А в 70-е годы вынуждены были писать. У нас марксизм-леденинизм был. Понимаете, Борис Сергеевич, здесь, кстати, еще один принцип присутствует. Наука, в принципе, знаете, на что ориентируется? Ну, условно, даже, наверное, очень редко проговаривается. Так, зависли немножко, слышите, да? Так, в науке, в принципе. Да, ориентируется на такой вот подход древней бритвы Оккома. Ну, то есть, может быть, ну, вы слышали по-любому, но многие ученые, ну, просто ее не используют осмысленно, но вот она просто в науке присутствует. Использовать наиболее простое объяснение любого события. Но если мы начнем усложнять и допускать там всякие е-поля, там, божеств, существ каких-нибудь невидимых, непонятных, тогда у нас, в общем-то, появляется невероятное поле для объяснения любых процессов. Ну, просто ученым не свойственно методологически так поступать, например. А именно вот в чистом виде, ну, вот не свойственно. Вообще все, что угодно мы можем там напридумывать, чтобы вот как-то вот обойти практически любое утверждение, в том числе науке, в том числе практическое, в том числе наблюдение, любое даже. Ну, эти е-поля все придумывают для того, чтобы объяснить несотворимость Вселенной. Ну, да, да. Потому что на самом деле гораздо круче, гораздо сложнее. Значит, это то, что МАДО вообще задача стоит о том, чтобы от некие причины, которые существовали, ну, вне времени и пространства, да? Мы вообще с таким не сталкиваемся. Конечно. Материально, все, что мы изучаем. Материально и раньше всех времен. Это очень тяжело. Ну, христиане отвечают, что это Бог. Это вопрос уже отбрасывается в чистую философию. Я бы даже сказал, в религиозную, скорее, философию. Да, да, да. Чистую философию. Ну, это факт. Вот наука вот это вот показала. Это-то всех и напрягало. И вообще материалисты очень часто были против возникновения Вселенной, в результате болезни. Вы пропадаете, вы пропадаете и зависаете сейчас. Кандидатом философских наук. Мы тут прервались на термине, когда я стал рассказывать про то, как, значит, материалисты долго не могли появиться в этот самый большой взрыв. И, значит, сам термин появился, это был такой британский астроном, радиоастроном, который вел на BBC, это в начале 50-х годов, популярную радиопередачу про физику. И вот он там придумал, это Big Bang, да. Я не знаток английского языка, но, насколько я понимаю, вот это вот Bang только в сочетании Big Bang в нашем русском словаре переводится как взрыв, большой взрыв. На самом деле это какой-то Big Bang, то есть вот бум, да, большой раз, вот так, у нас раз и появилось, да, ба-бах, и появилось. Ну, вот так, как-то так вот. То есть это волшебство, большой волшебство, только большой фокус, раз и появилась Вселенная. Вот это он имел в виду. Как это так могло быть? Ну, действительно, как это так, как-то это не могло быть, но вот оно было. Как ни крути. То есть причина, вот эта сложность изучения тех причин. Вот. Ну, я надеюсь, что первая часть у нас тоже записалась, и я это пришел просто ко второй части. Вот. Ну, так я вот только не так и не уяснил, а чем вы антисиентисты? Так, давайте. Антисиентисты говорят, что достаточно всего лишь науки, и мы объясним весь мир, и вы будете счастливо жить. Ну, по-моему, так сейчас это уже... Ну, это радикальный сиентизм. Никто не говорит. Но в ту пору это было очень популярно, и не только у нас. В ту пору вот делались вот... Ну, у нас-то мы бредили светлым будущим, да? У нас тут был Ефремов Иван Антонович с его, значит, «Туманностью Андромеды», да? Вот. А у них это были, например, «Стартрек» сериал. Другие такие вот жизнеутверждающие фантастические произведения, как там «Светлый мир будущего». Ну, а потом стали появляться сомнения, вот у того же Ивана Антоновича Ефремова, он же Антипович, на самом деле, как потом оказалось. Вот. Стали появляться сомнения, в частности, он написал час «БК», которые так прервали его публикацию в журнале «Техника молодежи». Он так вот там находил некие подводные камни в нашем развитии-то, да. То есть, вот так вот все... Оказалось, что природу человека не изменишь. Все это нехорошо, на самом деле. На самом деле, нехорошо. В этом плане вы антисиентист, да? Сейчас попробую пояснить вообще всю методологическую раскладку. Относительно всяких практических вещей, вроде пиджака, ну вот он есть. Я же снял для верности пиджак. Да. Он создан. Я его могу потрогать, я им пользуюсь, я его одеваю каждый раз. Все хорошо, правильно? Практическое утверждение. Это не практическое утверждение. Вот факт того, что практика работает. Он просто вот практично есть. Это относительно такая концепция материи вечно. То есть, вот работая с пиджаком, может быть, но разве эта материя вечно? Что я буду вечно... Ну, она не вечно, конечно. Она не вечно. Она не вечно. Она не вечно, но он есть. И это результат практики. То есть, я могу его прям вот потрогать. Практика существует во многом для того, чтобы создавать такие штуки, включая лекарства какие-нибудь там, ну, медицина создает, методы лечения тоже она создает. Конечно, базируясь при этом на какой-нибудь физиологии, других сложных дисциплинах, огромное количество дисциплин, конечно же, там анатомия, физиология, не знаю, морфология. Там очень много всего наберется. От патологической до непатологической, то есть большой спектр. Там и практических наук, и непрактических будет очень много. То есть, естественных и просто вот таких вот прикладных будет очень много всего. Но, в каком смысле я антисентист? Я ни в коем случае не сомневаюсь в том, что этот пиджак есть, и его сделали люди как бы. Я сомневаюсь в том, что на 100%, со 100% достоверностью, теоретически ученые, ну, в том числе представители даже фундаментальной науки, может получить неоспоримое знание по любому совершенно вопросу. Вопросы о законах природы, во-первых, они описываются через язык, например, плюс математика. Математика тоже, с одной стороны, описательный язык, с другой стороны, она усматривает закономерности, с третьей стороны, позволяет какую-то статистику приводить. То есть, математика такой тоже многофакторный уровень у нас рассмотрения присутствует. Для того, чтобы создать вот эту штуку, математика тоже, в принципе, может пригодиться. Математика вообще полезная штука, она может во всем вообще пригодиться как бы. А может пригодиться даже в том, что не имеет вообще никакого практического, теоретического, вообще никакого значения. Просто математика сама по себе может в чистом виде существовать и работать с различными, не знаю, структурами, которые в мире еще не обнаружены или никогда не будут обнаружены. Ну, вот просто с ними работать, потому что математика так устроена. Она вообще очень абстрактная, она может вообще все, что угодно делать в своих, в общем-то, правилах. Как, в принципе, язык. Язык может описывать тоже вообще все, что угодно в любых правилах. Но тут все равно возникает вопрос. А может ли язык, например, описывать реальность, например? Непонятно. Достаточно ли у языка средств, чтобы описывать реальность? Я вот, например, не знаю. Для меня это вопрос сомнения. Может ли математика описывать реальность? И какое соотношение математики и реальности, ну, то есть, действительно имеет место? То есть, являются ли модели реальным познанием? Возможно ли какое-нибудь другое познание? Если невозможно, ну, допустим, мы можем ограничиться модельным познанием мира. То есть создавать модели, работать с ними, смотреть какие предсказания будут и так далее, и так далее, и так далее. А если есть что-то более достоверное, какие-нибудь там интуиции всякие, знаете, бывают философские и нефилософские, бывают наблюдения просто. Кто-то на позициях наивного реализма стоял некоторое время, ну просто то, что наше восприятие реально. То, что я вижу пиджак, он настоящий, он не состоит из каких-то атомов невидимых, маленьких, а вот просто он есть сам по себе, то, что я воспринимаю, то и есть. То есть очень много разных методических позиций, подходов. И вы упоминали сейчас, кстати, о преемственности ученых. То есть один ученый создает что-то, другой ученый создает что-то, третий создает что-то. Для того, чтобы создать что-то новое, конечно же, вот этот ученый, который стоит перед предыдущим, он не познает весь опыт, во-первых, предыдущего, он отчасти доверяет ему в некоторых позициях. И огромное количество ученых сейчас это миллионы просто. Им приходится верить, доверять друг другу в колоссальном количестве вопросов. В теории они могут проверять концепцию друг друга в соответствии с эмпирическими методами. Конечно, могут. Но не все проверяется. Кризис проверяемости сейчас и наука. Вы преувеличиваете кризис непроверяемости. Он на самом деле проверяется. И до сих пор, милое дело, проводятся всякие эксперименты, которые уже давно проведены. Но появилась большая точность, новая методология. Это сделать проще, чем было раньше. И их проводят, эти эксперименты. Все нормально. Не знаю. Вот, например, реликтоизучение это самое яркое свидетельство о большом взрыве. До сих пор вот его регистрируют. До сих пор изучают его распределение на небе. И до сих пор узнают что-то новое про это дело. Реликтоизучение одна из самых интересных тем просто. Просто в науке как таковой имеются темы, которые менее интересны. Ну а что, например, не проверяют сейчас? Вот так вот это вот. Ну не знаю. Напишите что-нибудь в статье. И вы вроде бы авторитетный там ученый. И вы вроде бы это проверили сами. Не всякий человек будет. Ну что, например, например, что? Да все что угодно. Теорию какую-то не очень выдающую, если выдвинете. Ну то есть обычную теорию. Ну что, например, сейчас вот оно у нас лежит, так сказать, в здании науки. На нее опирается. Вынуть ее все рухнет. И вот эта вот теория, она не проверяет. Что? Ладно, ладно. Таких теорий нет. Но вот взяли самые важные теории. Спросите, в лаборатории студенты, когда общую физику проходит первый семестр, они проверяют эти законы Ньютона. Вот просто в массовом порядке, да? То есть каждый инженегр, каждый физик, он это проверяет в лаборатории, да? Что? Законы электрического тока не проверяют. Законы Эрстеда проверяют. Это очень популярные вещи. Но вот когда вы говорите о продуктивной науке, которая продвигается вперед, но когда мы говорим о продуктивной науке, которая вот только вот только-только нарабатывается, там много и невозможно проверять. Нет, когда только-только появилось, тут же, в общем, большой соблазн повторить этот эксперимент. Если теория громкая, если она попадает вам в глаза экспериментатору какому-нибудь, если вот да, вот я вижу, у меня вопрос возникает. Если теория действительно ложится как кирпичик в здании науки, то ее действительно проверяют. При таком условии, да, при таком условии, да. Но это очень такое специфическое условие, ну, в данном случае. Не все теории адаптации. Что-то специфическое условие, если это наука, на которую опираются потом дальше. Это то, что принципиально выдвигается. Что это такое? Ну, с кризисной непроверяемости хорошо. Пойдем тогда дальше. Вот, может, нам бы посчитали количество жителей на каком-то острове. И никто не кинулся проверять, потому что всем до этого острова когда... Ну, а это принципиально для всего здания, так сказать, науки, которая называется демография. Обитатели какого-нибудь маленького островка. Ну, там ошибся на 20% или на 30%. Это повлияет на общую науку? Наверное, нет, не повлияет. Все равно куча маленьких ошибок может как бы в разных областях, в разных вопросах создавать, в общем-то... Если у вас вся наука состоит из кучи таких маленьких вот... Мы будем находить, конечно, постоянно какие-то косяки, конечно. Так, ну, движемся дальше. Вообще, сам эмпирический метод, как один из философских вообще-то методов изначально, он тоже подвергался сомнению непосредственно философами. Там, начиная с Платона, скептики античные подвергали его сомнению. Потому что, ну, такая эмпирика, она, в принципе, существовала почти что всегда. Вопрос в том, как наука ее специфически использует. Ну, в любом случае, и Платон, там, не знаю, и скептики, они соревновались вообще в любой эмпирике. Платон прям говорил, что эмпирические данные, в принципе, ненадежные, на них опираться не стоит. Да еще Кортезий отчасти сомневался. То есть у нас сомнения в самой эмпирике, в самом эмпирическом методе... Ну, это для публики, говорю, Декарта. Декарта, конечно, да. У меня сохраняется это сомнение вообще, в принципе, в эмпирическом методе. Я не знаю, для меня это смотрится как определенные трактовки, определенных наблюдений феноменологических, знаете. То есть ученые наблюдают, ученые высчитывают. Мы еще не знаем, математикой можно ли описать или нельзя. Ну, считается, что можно. Описывают, создают теории, притом базируясь на принципе бритвы оком. Ну, то есть желательно теория должна быть самой простой из возможных, и чтобы сообразовала она все эти факты. Если она будет слишком сложной, будет допускать много сущностей, а мы можем допустить там бесконечное множество сущностей, условно, которые будут объяснять вообще там все, что угодно, как угодно, но это тоже может возникнуть с этим проблема в науке. В науке так нельзя обычно делать. Самая простая теория берется, самая простая, из которой объясняют все эти факты. И она работает там на предсказании и так далее, и так далее, и так далее. Но я не верю в то, что эта самая простая теория с большой вероятностью может оказаться истиной, например. То есть у нас, с одной стороны, одна эта теория, а с другой стороны, бесконечное количество возможных теорий других. Истины в науке нет, конечно, никогда и не было, и никогда не будет. Мы просто постепенно приближаемся к тому, как учил Гегель, и, соответственно, все занимаются физико-линические философии. Но мы все больше и больше познаем мир, все более тонкие эффекты. Факт есть факт. Все меньше такого, что мы не могли бы предсказать или измерить, или как-то использовать. Предсказание, понимаете, это тоже такой критерий, который к познанию может вообще, в принципе, не иметь никакого отношения. Научное предсказание имеет отношение. Что будет, если металл вы нагреете больше, чем температура плавления? Он расплавится, правильно? Это простое предсказание. В данном случае не научное предсказание вы сделали. Вы сделали просто практическое предсказание. Научное предсказание, когда вы не знаете какого-то факта, который там впереди, где-то там будет находиться в исследованиях, но вы его предсказали, что он появится. Вот как раз научное предсказание. Тогда не научное предсказание того, что звезда по мере выгорания в ней термоядерного топлива превратится в черную дыру или в нейтронную. Нет, это есть научное. Ненаучное, это когда мы практически можем это сделать. То есть мы можем взять этот металл, расплавить его и все. Мы посмотрели, но это не предсказание даже. Мы уже давно знаем, что так работает. А со звездами сложнее. Звезды на наших глазах превращаются в нейтронные звезды. Взрываются. Мы можем сказать, что все звезды превращаются в нейтронные звезды. Мы знаем, что некоторые превращаются. Звезды с ней с массой выше чего-то. А если ниже чего-то, они превращаются в белых карликов. Да. Но вот тут дело заключается в том, что мы ограничены своим опытом, во-первых. Еще Юм, например, писал о том, что индукция, вот всякая индукция является неполной. Поэтому любое знание, полученное индуктивным путем, оно вероятностно. То есть мы можем сказать, ну вот исходя из наблюдений, все происходит по таким-то вот законам. Но когда мы начинаем выходить там за пределы вот этих вот наблюдений, может оказаться, что мы ошибаемся. Ну и в науке такое часто тоже, как я понимаю, встречается. Ну то есть Юм приводил пример с лебедями. Вот мы думали всю жизнь, что есть только белые лебеди, например. А потом оказалось, что где-то в Австралии есть черный лебедь. Это была индуктивная ошибка, по сути. Ну изначально мы думали, что все лебеди белые, потому что все наблюдаемые лебеди белые. А потом оказалось, что вот где-то есть черный лебедь. То же самое может быть в принципе с звездами, потому что несмотря на то, что астрономы потрясающе неплохо, хорошо исследуют космос, небо, следят в общем-то за всем. Вероятность ошибки всегда будет. И поэтому, как мы говорили в первой части, есть вероятность неправильно определить расстояние в звездном мире. Соответственно, оттуда же яркость, когда их собственные... Конечно. Все это завязано. Все одно к одному. Это называется точность измерения и так далее. Ну тут вопрос опять же к математике можно вернуться. Имеем мы вообще право математически исследовать мир. Насколько... Точность математическое понятие. Согласен же, в принципе. Дело в том, что математика это просто язык, на котором мы его делаем. Мы очень часто потом его приходится приспосабливать, менять. Да, конечно. Вот вопрос, можем ли мы выразить действительное положение дел на любом из человеческих языков, включая математику, например. Вот философский вопрос, в принципе. Мы можем поставить такой философский. Можем. Мы можем бесконечно приближаться. А чего вы взяли, что можем бесконечно приближаться, если вы не знаете итогового познания? Мы его бесконечно улучшаем. Нет, понятно. Это математическое утверждение. Мы бесконечно улучшаем. Все точнее и точнее становится наше знание. Все точнее и точнее наши прогнозы. Ну, если судить по прогнозам, если мы судим, вот прогноз есть истина и истина есть приближение, тогда мы будем постоянно приближаться, точнее будут прогнозы. Но тут разные определения истины, опять же, могут у нас появляться. Определение истины, все зависит от определения, как говорит один авторитет. Да, действительно, так и есть. Ну, например, аристотельское определение истины в соответствии наших представлений реальности. Если вот соответствует истина, если мы не знаем, какова реальность, как мы можем убедиться, то, что мы к ней движемся. По практическим достижениям, ну, хорошо, допустим, практически. Да нет, мы видим реальность, мы можем ее измерить, измерить можем. Ну и что? Это в определенной тоже философии вопросов. Чтобы наши предсказания с этими измерениями наилучшим образом соответствовали. А вдруг это языковая игра своеобразная, где просто некоторые математические формулы в итоге начинают совпадать? Интересно, вот философия, которая оперирует вот такими вот, ну как сказать, игрой ума, словами, которые ни за что не отвечают, все зависит от определения, она как-то пытается ставить себя выше, чем наука, которая, в общем-то говоря, отвечает за свои слова. Она проверяет, то есть если вдруг наука-то она ведь фальсифицируема, как вы говорите, правильно? А философия, она фальсифицируема? Нет. А философия создала критерии фальсифицируемости, и мы в принципе не знаем, верны ли это критерии, например, но философия его предоставила науке.